Что выбрать? Определённый процент пациентов из локализованного местно распространённого рака перейдёт в метастатический. То есть вопрос несомненно актуальный, с этими людьми нужно что-то делать и нужно что-то делать адекватно. Краткая историческая справка мне самому была интересна, потому что историю мы обычно не читаем, оставляя эти билеты так на фарт. Так, описано в 1861 году, вы помните, у нас отменили крепостное право, а военно-американский хирург выполнил нефрактомию по поводу опухоли. Сложно сказать, кто впервые выполнил именно циторедуктивную нефрактомию. Здесь данные отсутствуют. Я подозреваю, что примерно это могло быть в то же время, потому что, как вы помните, диагностика метастатического поражения была, в общем-то, достаточно грустна. И в том числе до, по сути дела, конца 19 и середины 20 века. Что касается статистики доступной, к примеру, крупный центр американский за 15 лет с 50 по 65 год, зная, что это будет циторедуктивная нефрактомия, выполнил всего 29. Ну, 50-60-е годы, я их не застал, но это, по сути дела, не такое уж далекое прошлое. Вопрос в том, что есть определенные цели, которые мы все знаем. С этой целью мы предлагаем пациентам и выполняем циторедуктивную нефрактомию. Ничего сложного и интересного здесь нет, разве что по поводу спонтальной регрессии, кого заинтересует этот вопрос, рекомендую прочитать в том числе и вот эту вот статью, которая одна из первых 60-х годов. Очень-очень забавно. Тем не менее, с чего вдруг вообще мы обсуждаем целесообразно или нецелесообразно циторедуктивную нефрактомию? Если вы посмотрите, а как тут? Ну, в общем, поверьте на слово. Красная стрелочка – это условное внедрение таргетной терапии в нашу повседневную практику. И вы видите, как снизилось число циторедуктивных нефрактомий. Опять же, эта статистика зарубежная, но отражает общую тенденцию. Собственно, может быть, и хирурги засомневались, потому что мы с вами видим, что не всем пациентам это помогает. Действительно, мы видим, что лекарственная терапия становится в некоторых случаях разумной альтернативой хирургическому вмешательству. Ну и, соответственно, исследования, которые мы любим, не любим, это, знаете, неважно. Можно любить или не любить солнце, но мы должны считаться с тем, что это светило у нас есть. Если проведено клиническое исследование, мы обязаны рассмотреть его и принять его в клиническую практику, если оно заслуживает, соответственно, этого. Всё началось с Кармены. Много обсуждали это исследование. Я думаю, что по индексу цитируемости, наверное, оно выходит в топ, потому что оно, по сути дела, было несколько революционным. И на моей памяти, я не пропустил ни одного конгресса РОУ, мы обсуждали это, и хорошие были и дебаты, и батлы, и прочее, и прочее. Действительно, хорошее исследование третьей фазы, как нам сказали. Определённый пациент и простой дизайн, я не буду на этом подробно останавливаться. Если коротко, общая выживаемость в пользу сунитиниба, выживаемость без прогрессирования в пользу сунитиниба, апдейт 2021 года, дельта 8,9 месяцев в пользу сунитиниба. Всё. По факту, да, вот, исследование третья фаза, хорошая рандомизация. Нет, не всё. Потому что мы должны с вами, как нормальные взрослые люди, склонные к определённому размышлению, мыслительный процесс у нас присутствует, всё воспринимать с определённой долей скепсиса. В противном случае это будет грустно и неинтересно. И, конечно же, если кто-то хирургом, ну, я горжусь, что я сын хирурга, что я сам работаю в хирургическом отделении, но попробуйте хирургу сказать, что, приятель, всё, что ты делал до этого, в общем-то, неправильно. Ну, я бы вот так опасался заходить вечером и говорить такие вещи хирургам. Тем не менее, конечно, посмотрели, что помимо этого исследования есть анализ баз данных различных, отечественных, зарубежных. И вы видите, что на большом количестве пациентов разница в выживаемости, конечно, есть, но только наоборот, в пользу тех пациентов, которым была выполнена циторедуктивная нефрактомия. Но, опять же, это эра таргетной терапии. Это не 50-е и 60-е годы. Отечественный опыт. То же самое разница. Вы видите, что если пациенты потом получали лекарственную терапию, разница может быть и 11 месяцев, и 16 месяцев. Опять же, критиковать можно, спорить, еще что-то. Но, вы знаете, наша задача предоставить данные. Ваша задача воспринять их в нужном вам ключе и, если надо, посмотреть, что будет дальше. Да, конечно, есть сложности с дизайном исследования. Но на inferiority очень интересный дизайн. Кому интересно, обязательно посмотрят и разберется с этим. По поводу набора и рандомизации, ну, можно, конечно, троллить ребят за то, что они так долго набирали 79 центров, за 8 лет даже не набрали 570 человек. Ну, значит, были сложности. Многие из нас участвовали в клинических исследованиях. А если клинические исследования связаны с хирургией, набор больных не так прост. Поэтому, конечно, у исследований есть и такие недостатки. Что касается стратификации или стратов. Да, конечно, ребята использовали MSKCC. Хотя странно, 99-й и 2004-й год, ну, АМДС должно было быть использовано. Это я все к тому, что не бывает идеальных исследований, и это исследование сильно не идеально. Что касается рандомизации, большинство из вас здесь хирурги. Вспомните Грю и его брата. Формально ребята одинаковы. Если мы увидим двух пациентов АБЦ и ЦБА, вы видите их на слайде. В общем-то, все идентично. Только у одного соотношение первичной опухоли и метастазов 9 к 1, а у другого 1 к 9. С точки зрения клинического исследования по форме, извините, по лекарственной терапии, эти пациенты одинаковы. А с точки зрения хирурга, ну, посмотрите, насколько они различны. И при этом и тот, и тот могут быть рандомизированы в это исследование. Я подозреваю, что результаты могут быть немножко разные у этих пациентов. Да, в исследовании не оценивался объем операции. Я, в общем, не очень люблю слово «качество операции». Все операции качественные. Они могут различаться по объему. Этого в этом исследовании не было. Да бог ты с ним. И, соответственно, раз объем операции разный, вы видите, что уже по известным данным максимально убрана опухоль, не максимально убрана опухоль, убраны метастазы в регионарной лимфоузы или нет, это все может влиять на выживаемость без прогрессирования опухолоспецифической выживаемости. Ну и, соответственно, унификации нет. Да, в других исследованиях, помимо Кармены, тоже были ребята, которые получали суметинит монотерапию. У них почему-то результаты были не очень такие же. Ну, не такие плохие, как Кармени. Хочется сказать, что ерунда это исследование. И оно нам в жизни не пригодится никогда в жизни. Это будет совершенно неправильно. Как вы знаете, категоричность суждений свидетельствует об ограниченности кругозора. Поэтому избегайте в своей практике, как и мы все, категоричных мнений. Несомненно, это исследование нас научило многому. Более того, оно по-своему, на мой взгляд, дало старт для новых исследований с новыми лекарственными препаратами и для размышления по поводу того, правильно ли мы, хирурги, все делаем. Что мы узнали из этого исследования? Да, оно подтвердило, что, в общем-то, циторедуктивная нефрактомия не ухудшает ВБП и общую выживаемость. И, соответственно, даже среди метастатических больных 17% нуждаются в этой операции просто по жизненным показаниям. Чему нас еще научила Кармена? Это перетолмаченная на русский язык картинка из апдейта 2011 года. Действительно, вы видите, что слева все хорошо. Этому пациенту с небольшой опухолевой нагрузкой желательно сделать нефрактомию. И, соответственно, чем правее мы перемещаемся, чем больше объем опухоли и числа факторов IDMC, тем более пациент склонен к системной терапии. Все это, в принципе, сверху достаточно хорошо написано. Еще раз повторю, что ни в коем случае у метастатических пациентов, не так, за крайне редким исключением, пациенты могут получить моно-лечение. Метастатический рак почки, мы говорим о почечно-клеточном раке, это двухопциональное лечение. Хирургия, если она нужна, и лекарственная терапия. Последовательность выбирать будем сами. Кому показано, не на мой взгляд даже, а на взгляд прогрессивной общественности, циторедуктивная нефрактомия. И, конечно, есть нюансы. Действительно, это те люди, у которых менее четырех факторов по IDMC. Хороший соматический статус, они должны быть кандидатами на операцию. По поводу бурного прогрессирования, здесь вот такой интересный момент. Этот термин не мой на 100%, но если мы видим, что у пациента от первичного обследования до операции так или иначе прошел месяц, и ему можно провести контрольное обследование, ну, хотя бы УЗИ сделать, в идеале КТ. И мы видим, что за месяц у него было вот столько, а стало вот столько, ну, не надо его трогать, не успеем. Что касается того, что кто оптимальный кандидат. Да вот такой человек. Небольшой объем, небольшой объем в почке, небольшой объем в легком. Да ради бога. Можно оперировать. Кого бы я ни стал оперировать. Конечно, это те люди, у которых однозначно плохой прогноз. Если даже у него развивается какое-то кровотечение из распадающейся опухоли почки, может быть, его заимболизировать, если есть тому возможность. Да, метод так-сяк не очень-то и внедренный, но опыт достаточно богатый, по крайней мере, в моем центре. Но, естественно, не стоит брать человека, у которого высокий операционный риск. Если мы видим пациента, который формально не подходящий, но в учреждении есть хирурги, есть анестезиологи, которые возьмутся за медицинское обеспечение подобной операции, это можно сделать. Это в случае Марии Игоревны, она его докладывала, я его повторяю. Достаточно молодой женщине убрали большой объем опухоли, дополнили операцию по следующим лечениям и получили хороший результат. В качестве полурезюме. Можно, вы заметите, я сознательно не говорил ни про НССН, ни про ИАУ, ни про ЭСМО и ничего. Это навеяло недавним общением с экспертами в одном городе, которые крайне жестко работают со специалистами, работающими в повседневной практике. Может быть, у федералов, как у меня, это легче. Но место циторедуктивной нефрактомии четко очерчено в нашем головном документе, вы его видите. Более того, написано кому, написано когда. Элементы самодеятельности в хирургии, они допустимы, в противном случае эта специальность бы не развивалась, на мой взгляд, никак. Но, однако, применительно к почечно-клеточному раку, к метастатическому почечно-клеточному раку, я полагаю, чтобы не иметь проблем потом в своем отделении с этими тяжелыми больными, мы должны сначала взвесить и подумать, надо ли его оперировать или не надо. Даже если очень хочется, и пациент вроде бы кандидат, но при этом он с плохим прогнозом, с не очень хорошим статусом, подумайте, успеете ли вы его выписать. И еще, на мой взгляд, это уже на ваше рассуждение. Если вы можете прооперировать больного, хорошо, вы молодцы. Но перед тем, как начать с ним работать в операционной, пожалуйста, подготовьте для него следующий аэродром. Потому что, если вы его прооперируете и отправите никуда, хотите на деревню к дедушке, хотите еще куда-то, это неправильно. Ну, какой смысл тогда вам работать, терять свое время, жизнь и здоровье, чтобы потом пациент не получил поддержки? Поэтому я призываю вас не просто оперировать этих больных, которым нужно это делать, но приложить по возможности ряд усилий. В конце концов, ну, мы не занимаемся лекарственной терапией как таковой. У нас хирургия, да, мы федералы. Но я звоню, и многим из вас звоню и спрашивают, дашь что-нибудь моему? Если все пройдет гладко, я его выпишу через неделю. Дашь? Мне говорят, дадим. Прооперировали и отправили на поддержку. Потому что без поддержки такие пациенты однозначно будут жить хуже, чем с ней. Попробуйте поменять колесо без одного из этих инструментов. Я пробовал. Можно. Тяжело. Результаты неудовлетворительные. Хирургия и лекарственная терапия. Если вы хотите, чтобы все прошло как надо, чтобы пациент жил долго и счастливо, и докатился наконец до своей точки, когда-нибудь он все равно докатится, как и мы с вами. Нужно использовать при метастатическом раке две опции. Какие они будут? Пока это хирургия и лекарственная терапия. Одна без другой не очень интересно. Всем спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова